Здравствуйте! На библейский портал Экзегер пришел вопрос о коллективной ответственности. В Ветхом Завете мы часто можем встретить описание того, как Бог наказывал целый народ. Значит, мы можем испытывать страдания и терпеть наказание от Бога не только за личные грехи, но и за грехи нашего народа. Действительно, в Ветхом Завете многократно видно, что святой избранный народ, Израиль, рассматривается как единое целое. Господь наказывает за грехи отцов сынов, за грехи одних наказывает других, как будто это одна личность. Но вот в книге пророка Иезекииля есть удивительная 18 глава. Она большая, ее невозможно себе все процитировать, но она говорит о том, что Господь этот принцип отменяет. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомено?» «Живу я, — говорит Господь Бог, — не буду вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающего, та умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останутся. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, жив будет и не умрет». Вот грех — это понятие, которое рождается в свободной воле человека. Если ты не выбирал, ты не можешь быть наказан, потому что ты не согрешил. Грех — это тогда, когда ты знал, как надо, или предполагал, или мог узнать, но выбрал другой путь. Путь противный воле Божией. Тысячи разных обстоятельств, отягочающие, смягчающие, это все понятно. Но все-таки грех — это свободное решение человека. Поэтому каждый несет ответственность за свои грехи. При этом Господь есть Бог любви. Он милость свою превозносит над судом. Как говорится в Священном Писании. И вот эта милость Божия, которой есть проявляемая любовь, она иногда понуждает и человека поступать так. И по этой милости Божией, и по любви человека к своим родным, бывает, что человек несет какое-то тяжелое испытание, тяжелый крест, потому что иначе не достучаться, например, до его родителей. Вот бывает, что мы пытаемся понять, почему этот человек родился инвалидом, почему он не ходит, или он перестал ходить, или что-то еще случилось, какая-то страшная беда, и жизнь всех его близких переменилась. Возможно, только Господь может ответить на эти вопросы, но возможно, что это происходит потому, что иначе до них было не достучаться. Даже личными болезнями и бедами этих людей, может быть, Господь понимал, что не обратить к себе. А тут через служение ежедневное, многочасовое другому человеку, душа этого человека размягчается и спасает. И получается, что Господь поручает своему избраннику нести тяжелый крест для того, чтобы его любимые люди были через это спасены. Вот возможно, это так. Хотя, конечно, когда любой человек, а священнослужитель, тем более, говорит, что у тебя вот это случилось за то-то или потому-то, то если этот человек не святой, ему не открыта воля Божия, надо просто разворачиваться и уходить. К сожалению, это часто очень можно встретить. Вот у тебя сын инвалид, а ты сама такая-то. И молодой священник, который там в сыновья годится, этой пожилой, измученной и страдавшейся женщине, совершенно спокойно ей это говорит. Мне кажется, что это просто безумие. Как мы можем знать волю Божию? Каждый отвечает за свои грехи. Помолиться с ней вместе, сострадать с ней, послужить молимен, о том, чтобы попросить, чтобы Господь открыл. Ну, для чего это? Потому что страдание не всегда входит в нашу жизнь за что-то. Вот Христос нес страдание, не сотворив ни одного греха. Апостол Павел, который считал себя извергом, то есть выкидывшим буквально, среди апостолов и среди других христиан, он многократно в своих посланиях говорит о том, что нам дано не только веровать в Него, имея в виду Иисуса Христа, но и страдать за Него. Он даже говорит, что я в своих страданиях восполняю страдания Христовы. То есть я участвую в них, когда их принимаю. У пророка Иеремии есть такие удивительные слова. Он говорит, это невыносима моя боль, но я говорю, подлинно это моя боль, я буду нести ее. Принятие страданий – это акт удивительной любви и покорности Богу, который может сотворить только сама душа. навязывать ей это снаружи или говорить, что так хочет Бог, я повторюсь, может только святой человек, которому Господь открывает свою волю на других людях. Вот другой, да не дерзнет так говорить. Надо вместе с человеком встать рядом, поплакать с плачущим, если сейчас нет возможности порадоваться с ним, когда он радуется, и вместе с ним помолиться и помочь ему, просто молча ему помочь. Вот это и будет, может быть, самое лучшее, что мы можем сделать. А я вас уверяю, что человек, у которого, допустим, болеет ребенок, или случилась какая-то подобная беда, он тысячу раз задал себе вопрос, в чем я виноват и за что мне это. Ему даже не надо об этом напоминать. Он уже измучился бессонными ночами, пытаясь понять, почему. И это его разговор и диалог с Богом, на который он когда-то получит ответ, там, когда мы все станем предлицом Божиим. У одного из древних святых есть удивительное сравнение. Он говорит, что жизнь людей созидается Богом так, как плетется огромный ковер. Нитка видит только соседние нитки. Она не видит весь рисунок и весь узор. И только когда мы взглянем через какое-то пространство и время на свою жизнь, мы поймем, для чего это было, и какой в этом был смысл. И что должно было в нас случиться из-за той беды, которая кажется по грехам наших предков. И еще очень важно, что грех действительно отравляет жизнь вокруг нас. Вот если человек грешит, например, если человек тяжко пьет, избивает свою жену и изменяет ей, он почти всегда обрекает на несчастье своих сыновей и своих дочерей. Просто потому, что они не видели нормальной семьи и не могут ее создать. И в них эти же механизмы заложены. Вот, например, человек накладывает на себя руки. Растет его молодой сын. Пока он достаточно успешен в жизни, все у него получается. Но у него есть вот этот страшный поведенческий сценарий в памяти. Когда у папы не получилось, он просто наложил на себя руки. Значит ли это, что он отвечает за этот грех? Нет. Но этот грех искушает его как возможность. Как возможный выход из ситуации. И прочее. Если ребенок видел, как отец изменял маме, то он считает это нормальным. Поэтому грех продолжается в наших детях. И когда он в них живет, они претерпевают за него исцеляющее наказание Божие. А еще грех похож на, по определению преподобного Макария Великого, на зловредный туман. Он говорит, как заражающий лихорадкой туман накрывает долину, так грех накрыл все человечество. Вот еще один современный проповедник удивительное сравнение привел. Он сказал, те, кто жили в Припяти во время взрыва, аварии на Чернобыльской станции, они не были ни в чем виноваты. Но все было заражено грехом, все больно. И там больше нельзя жить. Вот если греха становится слишком много, в слишком большом количестве людей, то жизнь этого сообщества людей неизбежно искажается. И может прийти вообще гибели, как это было в Содоме и Гаморе. Мы знаем из Священного Писания о том, что приходит какая-то мера, когда Господь не готов уже терпеть это сообщество людей. Страдает праведник с этим сообществом? Да, страдает. Ну, вот как Христос несет страдания во образ этого несения, исполняя слова апостола Павла, «Вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». А Христос сказал, на этот час я пришел. Он сказал это не о воскрешении Лазаря, не о накормлении пяти тысяч хлебами, не об усмирении бури. Он сказал это о своих крестных страданиях. Он сказал это перед Гефсиманией. «На этот час я пришел». И поэтому человек, который видит, что все грехом отравлено, поражено, пропитано и умирает через грех, он просто принимает, что так надо. И принимает это страдание как от Господа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok